Всем привет! Hello! Мы встретили наших зрителей. Надежда. Надежда, да, откуда? Владивосток. Из Владивостока. Представляете, встретились в Ничанге. Мы вчера встретились, а сейчас встретились опять. Надежда говорит, вы меня извините, вы-то меня не знаете, а я-то вас знаю, поэтому я встала, правда, я вчера как обомлела, думаю, что такое, откуда. Ну, я такая, ага. Вот и я есть такая. Не обижайтесь, я нормальная, хорошая девочка. Да, очень приятно. Он не захочет сниматься. Не захочет сниматься? Нет, с удовольствием, вы знаете. Ну, хорошо, потом еще чуть-чуть вам напишем. Гуляйте. Да, пишите. А мы в Сане живем. А, это вы сказали, что мы... Это вы написали? Да. Да, что мы приехали, поселились в Сане, может быть, встретимся. Ну, вот видите, он... И Женя рассказывает, представляешь, какая я, говорю, она-то, говорю, я-то понимаю, что я-то уже привыкла к ней. Я говорю, Леночка моя, Леночка, ну, там что-нибудь другое. Я говорю, Женечка, все, я Леночку свою смотрю. А я говорю, а она-то, я-то вообще с планеты свалилась, ей, да, и такая, как будто завсегдашняя. Я говорю, Оксана вообще глянулась, думаю, да ладно, уже еще какая-то прицепилась. Смотрю, пошла. Женя говорит, ну, она-то меня совсем не знает, что я ее люблю. Извините, пожалуйста, Леночка, всего хорошего. Спасибо, всего хорошего. Удачного отдыха вам. Как приятно. Оксана, тебе приятно, что ты звезда? Ну, что ты, вы улыбнись, ты нормально. Что ты скромничаешь-то, Оксана? Сейчас море покажем. Мы сегодня купаться вообще не ходили. Не знаю, почему, дождь увидели и испугались. А вроде как, вроде как и ничего. Люди вон в море сидят. Я читала тоже, что они здесь. Посмотрите, какое море. Ну, волны возле берега есть, а там люди купаются, плавают нормально. Весело, весело. Ветра нет. Это самое главное. Я сделала прическу, и я с ней прохожу не час, а полтора часа. Все равно влажный воздух. Все равно воздух влажный. Вот эта волна, смотри, какая. Вот она, вроде как, тихая-тихая, а потом как долбанет. Вон, смотри, какая Катя. Прям такая огромная. Завихрение. Ты посмотри, какая волна тут. Нет, в такое море лезть опасно. Лучше на бережку полежать. Ну, это еще как бы не было, но мы когда были в Англии, там вообще были такие вот, прям человеческий рост. Там еще больше, наверное, там страшно. Там вон корень выплыл на берег, и его используют для фотосессии. Сейчас я вам покажу. Смотрите. Видите? Со всех сторон. Да, и с этой, и с этой. Возле корня фотографируется. С этой стороны. Ветра нет, тишина. Ничего вам не задувает в микрофон. Тихо. Жанна у нас пошла гулять самостоятельно с Ольгой. Невеста, что ли, или что? А то мне на фотосессию, наверное, пришли. А мы с Оксаной пошли гулять. Смотрите. Китайцы любят фотосессии устраивать. Вот она нарядилась в белой платье. Нет, они просто в фотосессии у них. У них даже мужчин нет, одни женщины. А вчера у них была фотосессия в красно-черном цвете. Черный вверх, красный вниз. Красный вверх, черный вниз. Шарфик красный, шарфик черный. Смотри, Оксана, это что там, дождь поливает? Посмотри, стеной. Видишь, возле гор? Прямо вообще туман еще какой. А может, туман на горе? Думаешь, туман? Мне кажется, это дождь. Смотри, какие там черные тучи. И кажется, тучи так низко-низко. Вот кажется, их можно рукой достать. Вообще низко. Спасибо, Иди. Спасибо. По-русски еще говорят. Вот у тебя барбосик такой. Спит сладко. Вот кому жить хорошо. Да. Ой, 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 потянушки. Ой, ой. И это сидит, бдит. Мамашка. Смотрите, какой песочек просеянный. Тут какая-то стройка. Я Оксанке говорю, давай упадем. С размахом. Ой, Оксана, он какой пушистый. Давай я сходу, а ты падай. Давай. Будешь? Я представляю, как ты будешь это... Отряхиваться в морюшку вон занырну, да и все. Они вон сидят, смотрят. Вот он как раз как-то. Ой, что-то на... Слушай, за нами наблюдают. Не дали нам нырнуть песок. Ёлочки. Ёлочки пушистики какие. Она как полка, Оксан, смотри. Вообще. Я вообще поражаюсь, как они умеют красиво и необычно подстригать, и креативно подстригать деревья, да? Куда пойдем? Давай до лотоса. А что мы... А зачем мы тут пойдем? Ты же сказала, что пойдешь и знайметь. Я уже передумала. Это мы вчера обнаружили шарфики, которые я вам показывала у вьетнамца. Но мы искали вчера платки, поэтому шарфики не купили. А сегодня мы надумали еще раз посмотреть эти шарфики купить. Но я уже забыла. Это я надумала два часа назад, а сейчас я уже забыла. Ну ладно, пойдем. Будем переходить опасную дорогу. Не надо сигналить, мы видим вас. И то, что вы не собираетесь останавливаться, мы тоже знаем. Сейчас мы храбрости наберемся. Сейчас ты сделаешь видео по голове. Нельзя брать, который обманывает на полкило. Да. На полкило. Если ты берешь больше, то больше пострадаешь. Но, допустим, ты берешь 2 килограмма, он тебе скажет 2 600. Вот это точно. И меня вчера обманул, и девчонок. Оксана, ну это ждать можно бесконечно. Давай идти уже. Давай, 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 давай. Тупой, 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 тупой. Вот здесь также будем выходить. А тут вот нам удобный. Ну, здравствуйте. Сзади нам вот. Давай, пошли. Пошли, 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 пошли. Пошли. Вчера я... почему оксана знает что ее обманули она пришла с этим пакетом фруктов в отель и там уже на в отеле есть весы она перевешала и получилось что ее обманули на 600 грамм может и больше может и больше так а ты как и же заплатил это он показал 2 было около трех у него почти стрелочка было то есть примерно две восемьсот наверное это было где-то так но пришли взвешили получается а он нам сказал 25 рублей мы 25 отдали а манга по 10 рублей ну получается он с вас взял за два с половиной килограмма на полкилограмма у вас обманули хорошо что не на 2 а то бы сказал 4 курки раз такой 2 дает горит 4 килограмма у вас вот это я считаю наглость полкилограмма с двух тем более манга берем по 10 до радуемся что дешевый дешевую лавку нашли оказывается они все равно там мошенничают кто-то там написал не обманешь не проживешь но не обманешь по-другому написал это я так культурно говорю оксана наверное сейчас на разборке пошла я даже не знаю я не знаю чем туда пошла но нам фруктов сейчас не надо вот этот вот толстячок вот этот вот пухленький вьетнаме сона обманул ее вчера но она идет на разборке реально она реально что-то хочет так как точно она им еще по-русски объясняет что ее обманули ну ну разве могут они понять ее речь разборки наводят они уставили в недоумении ни слова не поняли сто процентов а он говорит идите туда покупай сюда так что проверяйте обманывает правда на в гневе она страшно но эти не купят следующий купят ты же не будешь тут пасти его смотрите какие интересные у них отели вот лонг бич отель вот такая свечечка на каждом балкончике там пышная растительность и рядом вот это совсем другой отельчик уже вот где она исток вот и рядом что-то еще и рядом там вообще как как будто карлсон живет наверху интересно а рядом желтенький вот этот отель еще один и вот все эти мелкие клетушки 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 он верно и комнатушечки такие же маленькие вот ввысь ростят ну не так уж дешево обрызгали смотри там какое дерево красивое листья огромные да ладно помоешь дома пошли смотри дерево листья листьев скажи классно это наверное хлебная помнишь мы в таиланде с тобой такие огромные плоды у него да вон да 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 тоже вот интересное здание но они как в каком плане интересную планет том плане что они ввысь вот такие клетки строят как коробчонки будочки скворечники вот я бы сказала скворечники строят строят везде вот провода тут а вот это то вообще уже не бывает вот смотри отель две звезды оксан вот узенький вообще узехоньки белый посмотри какой он в длину и какой он ширину как спичечный коробок да такие длинные там вот вытяжка есть вентиляции видимо скорее всего вот эти окна так же как узанки в этом туалете да наверное эти комнаты как раз без окон или они вот такие длинные вагонами а эти что-то прям шикуют кафе то ничего наверх не построили наверно впереди у них им всего лишь 36 и у них все впереди вот видишь сколько места свободного а если они построят то они закроют окна вот этому отелю видимо вот разрешение нет на это 3 миллиона вот эти мне очень понравились прям вот чудесно вообще моднявые такие 3 миллиона 550 это 9 10 500 10 500 мужские такие ботинки моднявые мне очень нравится классно еще и сыкнем вверх красивенькие подобрать отличные модные ботиночки вот такие туфли белые но вот эти мне понравились больше всего мальчика мальчика майкл корр сейчас шутку еще вам одну покажу вот такая шутка приятненькая-приприятненькая тут кожа отделана она такая розовая и синяя точно такая же есть такая синенькая она как цвета морской волны тоже классная эти коротенькие вот это пальто голубое красивое стоит почти 6 миллионов это 18 тысяч такой пуховичок яркий ну это так креативненько но я такое конечно не носила а вот шутка вот это мне понравилось вот такие ботинки тоже классные лаковые ух подошву купаю классненькие ну это пальчика интересная мне понравилось прям такое уютное капюшончик у меня такой уютный тоненький приятный 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 нежнейший воздушный видите какой он просто очень цвет мне понравился цвет вот почему-то пальто блестяще ой в значках и гординах вот такое 2,490 7,5 тысяч на наши деньги в рублях классная тоже пальтишко блестящая вот эта курточка тоже интересная но короткий рукав это не для меня не люблю я чтобы у меня что-то поддувало ну можно конечно надеть и перчатки но не по мне а это пальто похоже двухстороннее вот то что на манекене и вот здесь вот его на обратную сторону надели она все в хлёпочках тоже такой интересный пальтишко спасибо вот эта вот Валентина это новая модель и видит что вот это что-то кошка что-то вот такая вот банка они реально были вот на показе их еще в России нет это вот мы только из Италии по одной штучке привезли мне вот это голубое пальто понравилось очень-очень а это какой размер они только по плечам они только по плечам видите маленькие да-да-да-да-да маленькие размеры но вот они это все вот я говорю по одной их привезли потому что в чемодане входит как из показа все очень красиво поэтому они вещи эксклюзивные опять здесь в душу мы где-то на пересечении вот возле стройки если кому-то понравилось заходите вот Ларита одежда и обувь по-русски написано так что вот эта стройка зеленая зеленые стекла по нему ориентируй мы с Оксаной поужинали на рынке на ночном вот здесь картинная галерея но она всегда закрыта не работает почему-то странно но не работает смотрите ветра нет ну у моря у самого конечно будет ветерок смотрите какие гонит волны мощные люди плавают нормально все там он на глубине хорошо спокойно сейчас на лавочку сядем посидим подышим лечебным воздухом как хорошо вон сегодня народу не так много видимо испугались дождя а у нас и закончится просто пасмурно и самое главное у моря мы сейчас вот у моря находимся а в ветра нет красота как бы сейчас босиком по песку пошла до самого дома сейчас вон Оксана лавочка стоит одинокая он там туда пойдем если ее никто не займет потом обойдем там видно хорошо сядем и будем наслаждаться жизнью тут уже кто-то сидел на таких же газетках а там где мы с тобой видели ну там просто это наверное облака так низко туман ну да на горах лежат облака а волны аж зеленые прям зеленущие вот смотрите какой зеленый цвет все море чистое стало мы приехали оно прям желтое было а сейчас вполне прозрачное утром наверное спокойно было сегодня но мы не пошли побоялись что холодно будет наверное не было холодно все таки влажность сахает все в плесени спокойно без ветра и даже тихо как-то но я думаю сейчас стемнеет здесь будет очень шумно народ понабежит может и нет сидим солнце уже село совсем смеркается и посмотрите потихонечку начинает загораться винперл он был как потухший просто такой печальный был сейчас все огнями загорится может быть мы это поймаем колесо обозрения загорится постепенно интересно огни зажигаются или это вспыхивает в раз зажглись огни на большом здании там вверху еще что-то замигало нет надо наверное чтоб еще сильнее потемнело тут вот уже огни горят фонари включили вот значит и там должны вот посмотри потихонечку оксаны вот там маленькие здания зажглись огни интересно интересно как огни зажгут на колесе обозрения хочу увидеть вот если в окно смотреть на такую погоду кажется холодина ужасный холод кажется но это так обманчиво потому что очень тепло даже душно в море маленечко посвежее а там вот на второй на третьей улице просто дышать нечем смотрим показывает погоду давайте смотри на вряд 30 градусов представляете 30 градусов сейчас вот вечерок уже наверное сколько времени 5 часов 5 часов ровно 30 градусов тепла вот сели и уходить не хочется какой блаженцы там мужчина какой-то на лавке просто лег а почему бы не поспать да тепло хорошо свежо обдувает Оксана пойдем на ту лавочку стянем смотри прямо на море вы не смотрите давай я иду короче на ту лавочку хочу сесть очень сейчас подойду а у нее сиденья нет или тут такого не бывает ой вот на это хочу смотреть и чтобы рядышком с морем здесь а то как то мы далеко сели в парке конечно хорошо нет и детство вполне себе хорошая лавочка сейчас мы на нее сядем и будем любоваться на Вентеру оксана мы с тобой как вы персоны в первом ряду да классно что мы сразу сюда не сели она занята была один сидел да она немножко какая-то острая лавочка мои булочки страдают ну давай Вентеру уже загорайся интересный народ так ходит наблюдатель да это это кокосы спеют птички летают море шумит плавает люди вот такие волны и люди плавают и ветра нет на Материн вон наши дома высокие далеко вот он только вот она второе вот это пьяно и вот с нами все дома ну да ну ничего не шли мы сюда 25 минут наносить всего пешком таким неспешным шагом да минут 25 там посмотри какая чернота на горах лежит и там и тут кажется вот-вот дождь хлынет вот-вот кажется разразится гроза на такие черные тучи прям чернущее небо низко-низко вот оно вот оно небушка вообще опустились как тучи а вот там дождь поливает смотри косой какой дождь вот там ну это дождь точно вот там сильно страшно дождь но посмотрим как он с волнами справляет да он оп и садить туда irâl на поверху проходит Вот если надо, чтобы стоять, вот я не удержалась, видать, тот раз. А эти воду волну заряются. Да, мы стараемся подпрыгивать, а он, наоборот, присаживается. Ну, давай, покажи нам еще. Не хочет из воды выходить, потому что вода теплуще. Подпрыгиваю. Вон вентерн потихонечку загораются огни. И вот уже практически все горит, кроме названия Вентерн и колеса. Ну, давай, дождемся уже, когда все загорится. Красивенько будет. Вот он купается, ему не хочется уходить, вода теплее. Парного молока. Смотрите, как ласточки прямо вот летают, кружат. Вот они. Это что они? Разлетались. Вот их много. Прямо низко над водой летают. Наверное, дождь сейчас ливанет. Мне так кажется. Потому что их не было. Мы сидели. Да, там все черным-черно. Наверное, дождь будет серьезно. Что же они так засуетились? Я такого не видела. Чтобы ласточки так волновались. Видите, как они кружат? Вон сколько. Опять же, это только здесь. Там не видно просто. Ну, там не видно, потому что там далеко. Вот не было. Мы уже отхожу с собой сидели на лавочке. Нет, они не летят, да. Они отстраивали. Я видела, что они летали. Да? А я не видела. Не над нами. Смотри, прям. Туда-сюда, туда-сюда. Ласточки, ласточки. Что вы закружились? Что вас тревожит? Как снайпера. Стоим. Ну, что такое колесо бодрения отключает? Не боится? Вот девочка захлестнула. Вот сидит. Ждет своего мальчика. Ее прям водой накрыла. Такая волна была. Накупался. Тормежка. Ну, катит вот сейчас. Большая разница. Хоть бы дельфин какой приплыл. Да, сонка. Дельфин даже не видели. А там дождь, наверное, идет. Все в туман. Смотри, какой туман. Это, наверное, дождь надвигается. Она сейчас купаться пойдет. Его оставит, а сама пойдет. Я бы не рискнула ночью. Да еще и в такие волны. Надвигаетесь сюда. Вот волна идет. Сейчас они вместе. Оп! Она пройдет. Вот опять волнища идет какая. Оп! Еще давай следом. Ну-ка, давай с тобой завтра так попробуем. Ой! Ты смотри, что происходит. Тра-та-та-та-та-та. Олень. Можно я? Ее покрасили. Они такие привязанные вообще. Смотри, она хвостиком ходит. Смотри, какая куколка. Ой, какая хорошая. Какая я тебя возьму. Какая я тебя возьму. Такую чудо. Такую чудо. Посмотри, какая хорошенькая. Теколюсенькая такая. Девочка. Девочка, конечно, такая маленькая. Олешек. 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 Уши раз... Смотри, и покрасили. И покрасили. Зачем это они это делают? Но они играют с ней, да? Мои хорошие куклы у вас. Чудо. Слушай, как они любят животных. Они прям упахивают за ними. Хочется нарядить. Лапочки. Смотри, как она складывает лапки. Можно я тоже схваткаю? Давайте. Ой, какая красавица. Олень. Да, это олень. У собачки олень. Обалдеть. Обалдеть. Повернеться. Девочка гуляет. Ой, чудо. Ой, чудо. Они покрасили. Да, не так взять. Она просто шелковая. У нее шерстка как шелковая. Она как бы такая прям, как будто вы к родной перелегла. И все, да? Все? Прям раздавлю, раздавлю. И она молчит. И такая, ну что, мама там твоя? Ну, мама. Ну что, что же я? Пахнет духами или чем-то. Да? Ну ее, наверное, вообще холят и лелеют. Все, оставайся у меня. Велики поенек. У нее лапки какие интересные, да? Это как-то маленькая. Ты чудо такой хорошенький. Как ребеночек. Прижал. Ребеночек такой колесенький. Прелесть. И главное, идет звенит такая колокольчиками. Маленькая язвая. Вот она. Вот она. Что она прямо это? Как будто бы она вот родная. Она даже не шилы... Наверное, не дышит даже. Дышит хоть собака-то. Дышит? Ну, иди с мамкой. Иди с мамкой. Ой, ну как хотите меня, так и берите. Как хотите меня, так и берите. Ты смотрит так внимательно. Сейчас тебе Санна скалксапнет. И будет у тебя маленький носик. Такой же, как у нее. Кнопочка. Чудо. Олень. Я олень. Шелковая. Шелковая собачка. Лапочки какие-то маленькие. Колокольчик такой. Все разрешает. Берите, делайте, что хотите. Что хотите. Найди. Так, поставьте меня. Но она как игрушечная. Вот она присела. Вот, скажи, меня потрогали. Смотри, она пошла. Она за ней пошла. Спасибо, спасибо. Как игрушечка. Прелесть. Вот она или маленькая, или вырастная. Да, она такая, наверное, карликовый пуделек. Или это не пуделек. Мне кажется, это пудель. Да. Они как-то больше склоняются. Мотила ее так. Угу. Хорошая. О, Оксан, проглядели. Загорелся винперл это. Колесо. О, Оксан, она натискалась. Ой, не говори. И пошла она к тебе такая. Она вообще не видела. Даже не дышала мне так. Ой, какая волна. О, оксан, накрыла их сверху. Оно. Оно. Она к вам. Она должна быть lacée. Она или нет. Продолжение следует...